ДИСНОГОРСКИ Затем мы с председателем коллегии судей Центрального федерального округа разработали весь план действия, то есть разработали положение, разработали всю организацию данной матчевой встречи. Начали работать. И вот сегодня, конечно, погода благоприятствует, хотя вчера был дождик. Наверное, будет праздник для наших Десногорцев. Такого не только в Десногорске, но и в Смоленской области такого мероприятия еще не проводили. Открыл мероприятие директор Смоленской атомной электростанции Андрей Ювенальевич Петров. Я всей души хочу вас поздравить, преподавствовать в правильном образе. С Днем России! Очень важно, что именно в этот день в Десногорске происходит важное спортивное событие, международное, третье по боксу, посвященное Дню России. Мы все прекрасно знаем, насколько молодой город Десногорск. И сегодня главная задача, которая перед нами стоит, это подрастающее покоение. Оно должно быть здоровым, оно должно быть умным. И сегодня это мероприятие проводится в рамках популяризации вида спорта бокс. Для нас, для Десногорска, несомненно, это событие является определенным актом развития бокса в городе Десногорске. Желаю всем участникам соревнований бескомпромиссной борьбы и победы. На турнир приехали почетные гости, известные на международном уровне боксер Родион Пастух и судья международной категории Сергей Костенко. Спасибо за то, что пригласили. Слово всем привет в город Десногорск. В городе Десногорск со мной ровесник, который 1974 года рождения. Считаю, что Десногорская матерская встреча – это очень серьезный уровень мероприятия, который мы сегодня здесь проводим. И желаю всем победы, занимайтесь спортом, не лейте ниже бояться. Спасибо большое за счет. Будьте здоровы. В этот день на ринге Десногорска встретились боксеры в трех возрастных группах – юноши, юниоры и взрослые – из городов России, Украины и Белоруссии. Своё мнение о мероприятии высказал тренер по боксу Фок Десна Владимир Гречин. Соревнования действительно такого статуса серьезного. Серьезные боксеры. Боксеры из Украины привезли своих боксеров-сборников. То есть уровень очень высокий. Спасибо большое организаторам турнира, которые устроили это все для ребят, для развития бокса в нашем городе, в Смоленской области и вообще в России. Все сейчас за здоровый образ жизни. Посмотрите, сколько детей приходят к нам на секции, на тренировки. То есть отказываются от курения, от всего. Пускай дети занимаются. Пусть они не станут чемпионами мира, великими боксерами. Бокс, в частности, конечно, им поможет в дальнейшей жизни. Но не станут великими. Будут защитниками Отечества, здоровыми людьми. Это самое главное. Для этого мы и занимаемся этим, тренируем детей. Очень восхитились организацией и мероприятием гости-спортсмены, прибывшие на турнир. Очень приятно было приехать в ваш город, посоревноваться, увидеть границу. Ну, первый раз за границей я. Красивый город, маленький такой. Организация, да, очень понравилась. Все на высшем уровне, на улице, на площади. Люди могут прийти, посмотреть. Некоторые люди не знают, что такое бокс, даже не представляют. Это отличный вид спорта. Также в этот день мы поинтересовались мнением наших горожан о проведенном мероприятии. Какой-никакой досуг молодежи, народа, показывает наших силачей, даже можно так сказать, пропаганду спорта, здорового образа жизни. До сих пор эти соревнования проходили в закрытых помещениях. И собирали, ну, конечно, скажем, и в том же спортзале физкультурно-оздоровительного комплекса. Не столько людей могло вместиться, сейчас оно еще больше. И уровень соревнований гораздо выше, чем предыдущие соревнования. Хотя там тоже было несколько республик представлено, а здесь, я смотрю, и кандидаты в мастера спорта, вот, кстати, нордаун. И кандидаты в мастера спорта есть, и мастера спорта есть, чтобы в предыдущие годы в основном ограничивались, ну, разрядниками, спортсменами-разрядниками. Ну, и позволяют, конечно, многим жителям нашего города посмотреть эти соревнования о спорт. А спорт, бокс очень популярный у нас в городе, я считаю, один из самых актуальных. Завершилось мероприятие награждением. Первые места заняли следующие десногорские спортсмены. Рафаэль Джавадов, Даниил Березовский, Егор Ржевский, Егор Рычков. Ну, а мы надеемся, что у нас в Десногорске станет традицией устраивать подобные состязания для привлечения молодежи в спорт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова